День рождения советского актёра, заслуженного артиста РСФСР Евгения Маргунова. В 1943 году он отправил письмо на имя Иосифа Сталина, в котором попросил поспособствовать его становлению в искусстве. Некоторое время спустя в дирекцию завода, на котором работал Евгений Маргунов, пришло письмо из Кремля. Направить товарища Маргунова для поступления в театр имени Теирова в качестве актёра вспомогательного состава «Сталин». Через год Маргунов поступил во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и вскоре сыграл свою первую знаменитую роль в кино «Предателя Стаховича» в экранизации «Молодой гвардии». Настоящая популярность пришла к Евгению Александровичу спустя два десятка лет. После фильмов «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция И» и другие приключения Шурика и «Кавказская пленница». Знакомство с будущей женой Натальей Николаевной состоялось в 1963 году. Она была младше Маргунова на 13 лет. Поженились в 1965 году. В 1966 родился сын Антон, а в 1972 году сын Николай. Евгений Маргунов всегда хотел попробовать себя в роли режиссера. И в столе у него долгие годы лежали нереализованные сценарии. Лишь в 1964 году ему удалось снять фильм «Когда казаки плачут», основанный на ранних рассказах Михаила Шолохова. Скончался актер в Москве 25 июня 1999 года в возрасте 72 лет. На его похоронах Георгий Витцин попросил мэра Москвы, чтобы их троицу похоронили вместе. Но мэр счел эту просьбу неуместной. Однако увидеть знаменитое трио можно в Хабаровске, Перми, Иркутске и Ереване, где установлены памятники трусу, балбесу и бывалому.